Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Флэпп Родоцелитель. Тема инфекции не сходит этой весной 2020 года ни с экранов, ни с любых источников информации. К вам все стучатся с инфекциями. Ну и у моих пациентов тоже встречаются инфекции. Пока никакого коронавируса я не встретил. А вот разные другие вирусы и не только вирусные, да, различные инфекционные агенты есть. И здесь несколько заметок из того, что вот сейчас много течет информации. Ну вот Ольга Шишова рассказывает о том, что нечистоты в воздухе, на улицах, как хорошо, что сейчас все дезинфицируют везде. Это поможет избежать каких-то инфекций. Ну вряд ли они инфекции там, где есть нечистоты внутренние. Об этом она тоже рассказывает. Но от того, что улицы поливают какими-то химикатами, я думаю, что будет больше просто отравы, больше будет поражена почва. И если это хлор, то это будет хуже для легких. И еще раз, да, нечистоты внутри, эндотоксикоз, закисленное состояние внутренней среды, измененное состояние, невидовые субстраты внутри. Вот это все ведет к тому, что поднимают голову как условно-патогенные инфекции, прописанные в геноме, ими заражаться не нужно. А есть те, да, которые, скажем так, привозные, да, например, больничные инфекции, бактерии, или вот какой-нибудь тот же коронавирус, возможно. И которые передается там вот от человека к человеку все-таки. И по поводу того, как, кстати, по поводу уборки улиц, ну, очень страшно уже, когда начинают дезинфицировать свою собственную слизистую. То есть обливать слизистую, ну, например, верхних дыхательных путей, полоскать хлоргексидином. Это препарат, который подавляет уже нашу дружественную микробиоту, а значит, вы открываете ворота инфекции. Перекись сжигает, опять вы подавляете собственную микробиоту. У нас же здесь не стерильная слизистая, она, на ней находится, по сути, целое, да, такое микробиологическое наше оружие. Наша защита. Ну, как можно уничтожать, да? Сейчас некоторые бросились принимать превентивные антибиотики, потому что, видя ли эти осложнения от гриппа, это вот воспаление легких. Но в том числе и микотическое там идет воспаление. Антибиотики подавляют и свою микробиоту, и свой иммунитет, и вот будет еще сильнее поражение микозом, от которого якобы тоже умирают и пишут, что это коронавирус. Поэтому то, что люди бросились делать, это от большого ума, но не от большой осознанности. Потому что работает вот эта парадигма, что инфекции это какое-то зло, вообще просто так, которое стреляет по неповинным людям, которые чистенькие, вообще стерильные, и внутри совершенно чистые. Вот уже покакал, и ты уже чистенький, а уж соду-то попил, так все сразу, да, очистился. И нет никаких процессов гниения, брожения, прогоркания в кишечнике. И вообще шлюзы очищения не заперты, внутренняя среда не закислена, хотя она уже в первые несколько лет уже сейчас рождается 8,5 клетка, а через 2 года уже у некоторых 6,5. То есть уже кардинальное изменение. Но мы на все это закроем глаза, это все не доказано. А вот инфекции, заразы, да, выкашивают и выкашивают людей. И по сути, многие вот и тяжелые больные, да, хроничи, хроника, там обязательно есть букет различных инфекционных каналов. Это и вирусы, и вирусы бактерии, и бактерии, и бактериоподобные промежуточные с простейшими, простейшие внутриклеточные, внеклеточные, и микозы генерализованные, так и наружные, которые поедают то, что выделяют уже слизистая либо кожа. И черви различные, да, и это просто на самом деле различные каналы по чистоте. И здесь очень важно то, что по поводу передачи также инфекции, ну, вот эта тема с коронавирусом, она и меня подтолкнула. Опять вернуться к теме, вот как происходит передача. Значит, что я на данный момент вижу? Вот передача вирусов, ну, и вируса бактерий, ну, пусть будет только вирусов, от человека к человеку происходит. Происходит, вот как говорят, воздушно-капельным путем. Но там летает не ДНК и РНК, то есть, ну, я не вижу, чтобы там нуклеотиды именно перебрасывались. А попадая в поле вот больного человека, да, происходит все-таки передача на уровне радиоволн, то есть, волновое заражение. Но от человека к человеку. Как вот сейчас я в свое время предполагал и даже предполагает там Петр Горяев, я не вижу, чтобы все-таки инструментально через частотную обработку можно было подключить именно к живому каналу вируса. Но от человека к человеку это происходит. Причем я вижу, что это происходит на уровне вот такой волновой передачи, на уровне радиоволн, очень коротких волн. Это 10 минус 3, 10 минус 5. Это диапазон того, что я называю физическое тело 1. Это нематериальное тело, то есть, это радиоволны, но все-таки их вот умеет генерировать живой организм. От неживого можно что-то сделать наподобие. И, скорее всего, вот это и провели в Китае, в Италии, в Америке, в других некоторых странах. Но не провели в России все-таки, да, и в Украине, ну, по крайней мере, в Беларуси. Пока я не вижу, чтобы это проведили. Поэтому нет именно таких очагов, реальных очагов такого ужаса по тому, что дальше определяют как коронавирус. То есть, частотной обработкой вызывают тоже мутацию по ДНК клетки, смысл вируса в мутации. Но там нет подключения к живому каналу вируса, а есть именно мутация. В результате выделяются вот белки, там эндосомы, то, что вот, о чем рассказывает Дэвид Айк, да. И на основании этого можно делать тесты, тесты дают положительный результат на вот этот вот коронавирус, который сам по себе там вообще своим путем идет, в принципе, и не является никаким там летальным, и не является каким-то особенно передаваемым, вот, с особой, значит, пытаются ему что-то приписать, но не очень-то получается. Хотя, как бы, пораженных с положительным тестом, их вот в отдельных очагах сразу много. Сразу много. Они в основном все выздоравливают, да, и как и при обычном, в принципе, гриппе. Но, еще раз повторяю, здесь картина важная для создания паники, чтобы вот было планировщику запустить всю эту историю с коронавирусом, чтобы, там не то, чтобы люди умирали, а именно задача была там основная финансовая, ну, и экономическая, и политическая. Так что, чтобы, еще я вижу то, что передача бактерий, бактериоподобных, но не эукариот, еще там, где нет ядра, да, она тоже может происходить именно вот на частоте 10-3 метра и 10-5 метра, да. Это миллиметровый диапазон и сантимиллиметровый. И там, вот, как бы, еще раз, это на уровне, на волновом, на физическое тело, тела, да, физическое тело одного человека, но физические тела, это на самом деле, видите, это и радиоволны. И вот передача может быть этой информации. Вы спросите, ну, а как бактерии появляются, вот, у меня в горле, если, например, вот клипсиелу вам передали, да, через, вот, больной человек своим волновым воздействием. Но это происходит через то, что, как и, по сути, у нас образуются условно-патогенные бактерии, те же стрептококи. Из, вот, материала, материал они берут, по сути, получается, то, что есть на слизистой. То есть, либо через, например, мутацию своей условно-патогенной микробиоты. Был стрептококк, а стал клипсиелой, например, да. Здесь надо изучать это подробнее, но я вижу, что даже вот таким волновым способом от живого субъекта может быть передача и, вот, всего того, что и даже идет, как бактерии. Но это еще не эукариоты. Простейшие это уже животные. Простейшие черви, они, вот, волновым способом, они не передаются. Они уже через цисты, да, уже по-другому. Но здесь еще раз подчеркну, что все-таки, вот, волновая передача, заражение идет от живого объекта, подключение. И тогда такой человек дальше может быть заразен. А вот когда идет волновая обработка, которую все-таки и провели, и вот мы видим эти результаты. Я не вижу, чтобы ее вот в последние дни проводили. Она ведет именно к мутации клетки, да. Это 5G. Я вижу, что это не 5G, а 4G. То есть, это подключение, возможно, и к мобильным частотам. Там могут экранировать и мобильные телефоны, когда сейчас предполагают, куда потеря... Много абонентов потерялось в Китае, да. Там 12 миллионов, а то 20 называют. Я думаю, что там дело даже не в том, что столько погибло все-таки. А отказались от мобильной связи те, кто поняли, что их все-таки убивали частотной атакой. В том числе. Возможно, там применили еще что-то, да. Но кто-то предполагает какой-то газ. Ну, я вижу пока вот то, что частотная атака. И еще вот упоминают воспаление, воспаление. Не забывайте, воспаление бывает не только инфекционным. Аутоиммунная реакция – это тоже воспаление. Удавили палец – пошло воспаление. Что такое воспаление? От удара пальца. Повредили свои собственные белки, они стали как чужеродные. Пошла самая реакция воспаления. То есть, оно механическое здесь. Аутоиммунная. Да, мы опять собственные антитела уничтожают собственные клетки. Идет фактор воспаления, разрушения белков, мембраны определенного вида клеток. При онкологии идет тоже аутоиммунизация такая, да. И идет, по сути, воспалительное воспаление. Повышается простагландин и 6-12. Вот. Так что, а то Ольга Шишова тут сказанула. Раз есть воспаление, значит, точно есть инфекция. Но она вечно везде видит всю только одну инфекцию. Ну, как бы, на самом деле, от того, что вы ударили палец, у вас не пошло внутри тканное, именно инфекционное поражение, да. Как таковое, оно не видится. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы быть свободным от инфекции, по своему опыту скажу, нужно меняться. Меняться и на метафизике, и на физическом уровне вы перестаете, по сути, быть вот этой средой, которая соприкасается вот с этими мирами. И это совершенно другая парадигма. Не то, что вот случайность и мир весь дерьмо и прямо хочет уничтожить. А то, что ты перестаешь внутри себя создавать поле вот этой вот войны самим собой. И как бы это ни звучало шизотерично, но это работает. И работает качественно, да. Таким образом, и как много мы с вами обсудим и о том, как вот выйти из состояния такого лакомой конфетки для инфекции на большом вебинаре по питанию. И о том мы с вами обсудим как раз, как не создавать пищевыми субстратами внутри себя, как экзогенное воспаление. На самом деле, условно, патогенка это и есть воспаление инфекционное. Да, просто оно вроде не заразное, а происходит внутри желудочно-кишечного тракта. И далее, как не создавать это во внутренней среде, да. Вот эту среду, в которой уже развивается как условно патогенка, так и эта среда и для заразных. То есть приносных инфекций. И это будут и какие-то и черви подойдут, и простейшие, а также и прописанные в геноме вирусы и бактерии, да. И тут не обязательно, чтобы, как мне рассказывают, вот у нас дочка приносит, нас всех заражает. Ну, если у вас среда есть такая, у вас кто-то не дочка, другой заразит. То есть спрятаться в бункерах или где сейчас там прячутся, надеть масочки, а потом, видимо, скафандры придется одевать. Ну, вот, да, тогда уходить в полную стерильность. Но полная стерильность это спид и смерть. Это и были, я вам много раньше рассказывал в роликах, вот, работали в установках ламинария, пытались сделать инъекции в условиях как бы стерильных, то есть подачи почти стерильного воздуха. И те, кто этим дышали, они очень рано умирали от спида, ну, от иммунодефицита. Поэтому помещать себя в стерильные условия нельзя. Нельзя устраивать в себе стерильность там, где ее не должно быть, через антибиотики, антисептики, какие-то выжигающие средства нельзя. А то я тут вижу некоторые там проводят на каналах, на ютубе тоже споры, можно ли принимать антибиотики. Ну, так просто так. Ну, здравствуйте, опять 60-е годы, когда горстями антибиотики назначали. Ну, так у меня некоторые родственники стали инвалидами, например, пожизненно, да, потому что, например, с молоком матери пошел вот этот антибиотик, а потом воспаление, и антибиотики уже толком не помогали. Вот, это очень страшные вещи, все эти деструктивные пути, и они исходят из этой парадигмы, что нужно стрелять по пушками, да, и вот по этим воробьям. И если меняется парадигма, то вот именно эти воробьи становятся просто воробушками, и вообще вас не трогают, и можно не стрелять, потому что стреляет человек сам по себе. Антибиотики – это против биус, да, это противоживое, да. Антисептики, по сути, тоже уничтожают. Уничтожают, то есть это игра на уничтожение, себя поврежу, но этих убью уж точно. Но это все равно, что устраивать ядерные взрывы прямо вот на своей планете по якобы врагу, ну и по себе тоже, да. Это, здесь это нужно учитывать. До скорых встреч, в том числе и на вебинаре 18 апреля в 11.00 по Москве. Вебинар будет по питанию и по безопасности, и по здоровью, по сути. Андрей Широков, Клуб Эфир Пророда Целителя. До скорых встреч.